Когда ты слышишь слово паладин, что ты представляешь? Наверняка огромного мужика с большим щитом, елдаком и мечом, возможно молотом, одетого в тяжелую броню. Ты чё, с ума сошел? Ты где видел таких паладинов? Вот настоящий паладин. А вместе с ним и новое видео из рубрики «Во что поиграть на ПК». Поговорим сегодня про паладинс. Они же паладины, а именно глисты. Надо было назвать видео обзор на глиста. Субтитры сделал DimaTorzok Игру разработали Evil Mojo Games, а издала компания Hi-Rez Studios в 2016 году. На 4 месяца позже выхода Overwatch, из-за чего им не раз прилетали предъявы за то, что это клон Овера. И многие ютуберы и игроки сравнивают паладинов с Overwatch. Я же этого делать не буду и всё внимание обзора сконцентрирую на паладинс. На самом деле у меня просто нет денег, я не играл в Overwatch и мне не с чем сравнивать. Жанр игры моба-шутер. Динамическая заруба 5 на 5 в разных режимах. Первый и самый уёбищный натиск. Задача встать в центр карты и удерживать точку, попутно естественно отстреливаясь от вражеской команды. Пока вы находитесь на точке, вам начисляются очки. Команда, которая первая наберёт 400 очков, побеждает. Режим подойдёт тем, кому нравится. Второй режим. Командный бой насмерть. Название говорит само за себя. Расчехляем стволы, устраиваем свингер-пати и команда, которая первой трахнет другую команду 40 раз, побеждает. Имеется в виду один чемпион, один фраг команде, а не вся команда за один фраг. И третий. Самый топовый и логично самый популярный режим. Осада. Это, скажем так, улучшенная версия натиска. Нам также нужно бежать в центр и удерживать точку, но на этот раз не для набора очков, а для того, чтобы её захватить. После захвата команда получает одно очко и на этой точке спавнится жигуль, который надо докатить до вражеской базы. Задача на время. Если мы докатим, то получим ещё один балл в свою очко. Если же вражеские противники её задефают, то очко получат они, а мы дрестанём подливой прямо под себя. Лучше с этим не шутить. Штука не из приятных. Победит та команда, которая первой наберёт 4 очка. Ещё, конечно, тут есть режим осада пика вознесения, но я три раза ждал катку по 7 минут, а когда находила, какой-то один уёбок не пикал чемпиона и меня возвращало к поиску. Так что считайте, что этого режима не существует. Чемпионы делятся на 4 роли. Урон. Кэрри, который выносит тонны урона и является главным дпсером в тиме. Фланг. Так называемые ассасины. Другими словами, крысы, ебучие, задача которых зайти к вам в тыл и расстрелять вашу сраку, пока вы стреляете в щит танка. Далее, собственно, танки. Фидорас, я в тебя убил. Нет, не эти танки. Ну, тут и так понятно. Просто стой АФК, пока тебя пиздят и не умирай. И поддержка. Саппорты, которые должны хилить команду. Также тут есть рейтинговые игры. Обучающий раздел, чтобы потренироваться. И модовый режим, в котором вы можете сами выбрать карту и поиграть с кем-то один на один, чтобы потеряться пенисом и узнать, чей лучше. Либо поиграть исключительно в кругу друзей. Чемпионов тут много и регулярно выходят новые. Такое ощущение, что их штампуют на конвейере. Открыты они не все. Новичкам доступен небольшой пул героев плюс еженедельные герои-пробники. Помимо тех чемпионов, которые у вас есть, вам каждую неделю будут давать возможность поиграть по одному чемпиону из каждой роли, которого у вас нет. И каждую неделю эти чемпионы рандомно меняются. Удобная штука. Так можно потестить героя, чтобы точно быть уверенным, кого стоит покупать в первую очередь. Герой покупается за золото или донат. Но сразу скажу, золото нормально поднимается игровым путем. При помощи самих каток, ежедневных квестов, испытаний королевства, прокачки уровня персонажа и выполнения достижений. Так что не трать деньги на чемпионов, их можно открыть и игровым путем. Лучше задонать мне. Это была шутка, конечно же, но все-таки денег дай. Касательно уровня чемпионов. У каждого из них свой отдельный уровень. Бесполезная дичь и это хорошо. Я объясню почему. С повышением уровня чемпиона он не получает прироста к урону, защите или размеру вялого Джонни. Это просто циферка, которая показывает, насколько ты хорошо играешь за данного героя. Но поскольку эти уровни можно купить, то не всегда эта цифра правдивая. Мне как-то попался в команду Дредж 450 уровня. У меня аж искры из жопы полетели. Я думал, сейчас он тут всем пояснит за паладинов, я вообще могу АФК стоять на базе. Вот только уровни эти оказались куплены. И он заглатывал по самой гланды, как последняя, вы ж простите меня за это слово, путана. У каждого героя, помимо обычной атаки, есть альтернативная. У кого-то это прицел, у кого-то щит или хил и два скилла. Обычный и ульта, которая копится в течение игры. И в нужный момент может полностью перевернуть ход матча. В общем, от нехватки разнообразия вы страдать не будете. Плюс ко всему, тут миллион возможностей кастомизации. Куча скинов для персонажей, разные голоса комментаторов, загрузочные рамки, аватарки, маунты. Да, кстати, тут есть недолошади, на которых можно быстро доехать до замеса. Куча разных граффити и званий. Но, как и у любой игры, минусы у Пеладинс тоже есть. Первый, это баланс. А точнее, его отсутствие. В игре есть откровенно имбовые чемпионы. Настолько имбовые, что даже новичок, скачавший Пеладинс две минуты назад, будучи рахитом с синдромом Дауна, отрезанным рукой и церебральным параличом, будет насыпать всей вашей команде за воротник, выбрав нужного чемпиона. Второй же минус, читеры. Их тут доядрение матери. Их матери. Которым я всем срал в хавала. Шалинь, который никогда не промахивается и всегда стреляет в голову. В любой ситуации и через текстуры. Кога, который убивает за 2 секунды даже танка под хилом и щитом. Горите в аду. В котле с кипящей мочой. И похоже, разрабы особо за этой проблемой не следят, ибо я не знаю, как еще объяснить такое количество читеров. Вот система ливеров нравится. В отличие от доты, тут если человек ливнул, за его чемпиона начинает играть бот. Разумеется, это будет в основном пушечное мясо, но все же лучше, чем АФК. Ведь человек мог не ливнуть, а вылететь. Интернет крашнулся или свет. Может мать комф окно выкинула. Всякое бывает. Оптимизация тоже на уровне. Да, графика не как Буэрботч, но и не полное дерьмо. При этом игру оптимизировали так, что даже на пульте от телевизора вы сможете играть без лагов. Для бесплатного проекта Пеладенс хорошая игра. Она отлично подойдет, чтобы вечером после работы с друзьями под бутылочку 0.5 свежего холодного кумыса покатать и расслабиться. Думать здесь не нужно, просто бегай, стреляй и наслаждайся. Хоть это и моба, но про киберспорт речи быть не может. С таким унылым балансом и кучей читеров про киберспорт можно забыть, пока это не пофиксят. Вы можете, конечно, встретить киберкотлету, которая в одно хлебало вас уничтожит за саппорта, но это бывает не часто. К тому же раздражать это особо не будет. Как я уже говорил, это игра для расслабона и фана. Кстати, я периодически стримлю Пеладенс, так что жду тебя на стримах. Ну а пока подпишись на канал, напиши свое мнение о игре в комментариях. И если тебе понравилось это видео, то прямо сейчас встань и как настоящий мужчина шлепни себя по жопе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok